Мы хотели поинтересоваться, в этом отделе полиции укрывают преступников, а не в этом? Причем это запрещено. Запрещено, да. Я в курсе, что разрешено. А что вы с камерой делаете? А что нам нельзя с ней что-то делать? Почему? А то просто причину, что это огни охраняемые и антитеррористические защищенные. А как относится это все к моей видеокамере? Замислить начальника отдела, Катискин Михаил Вячеславович. А можно увидеть ваше удостоверение, раз в то время не обратились? Я в форме, стою в отделе. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Требования и обязанности выполнить не можете. Я сейчас немало выполнил, у меня в кабинете. Вот. Значит, вы тебя на самом нарушили. Я ничего не нарушил. А как это не нарушил? Все? Больше вопросов нет никаких? Вопросов нет. До свидания. Какой стыд. Как можно отказать возбуждение от покрывателя преступников фактически? Просто есть информация, что знакомые общие с этими, так скажем, предполагаемыми преступниками. Информация есть. Я лично вообще еще с кем не знаком. Я родно не встречался и мне... Вам никакие распоряжения от руководства не поступали по этому делу? Нет. Никакие? Потому что у нас есть информация, что такие распоряжения могли быть. Николай, скажите, пожалуйста, где мы находимся и по какому поводу? Добрый день. Значит, к нам обратились граждане из города Алексеевка с просьбой помочь им в решении их вопроса. Ситуация следующая. Три года назад у них был украден по факту автомобиль. Ниссан. И до настоящего времени сотрудниками Лискинского отдела не принято никаких мер к решению данной проблемы. То есть невозможное уголовное дело, не проведена должным образом проверка гражданин, которые, соответственно, совершили данное преступление, пришли к уголовной ответственности. Люди обратились к нам с целью помочь им. Для этого мы и прибыли сюда в настоящее время. И какого года написано данное заявление? Данное заявление было написано в 2017 году. То есть три года. Да, в настоящее время 2020 год у нас никаких мер нет. Не принято. Не принято. Не принято. Сейчас будем заходить туда и спрашивать. Здесь, в этом отделе полиции укрывают преступников? Примерно так и будем, да. Примерно так и будем. Пойдем. Что нам там нужно? Гнусов. Фамилия, имя, отчество. Здравствуйте. Гнусов. Есть такой следователь? Следователь, да. Есть такая. Вот нам к нему. Скажите, просто мы хотели поинтересоваться, в этом отделе полиции укрывают преступников? Не в этом. Примерно запрещено. Запрещено, да? Я в курсе, что разрешено. Запрещено. А если запрещено, то сошлитесь на норму закона? Ну, на закон. Мы пришли к вам с общественным мониторингом. Общественное движение «Дорожный контроль». Значит, нам нужен следователь, которому назвали Гнусов. Вы его пригласите сюда. Гнусов, вы можете сами ему позвонить. Так. Списочек его. Вы можете понабрать. Здесь внутренний номер, я так понимаю, или что? Нет, это внутренний номер, который в кабинетах. И вот этот тоже внутренний номер. В кабинетах. То есть в этом отделе полиции не укрывают преступников, правильно? Конечно же нет. Понял, ну это радует, конечно. Сейчас будем вот уточнять. У нас просто есть определенная информация. Саду телефон звонить? На коммерческой. А давай, нет, знаешь, подожди, подожди, стой. У нас есть его номер телефона, набери ему. Я на громко включаю. Точно, мы про это забыли. А вы здесь, кстати, маски не выдаёте? Выдаём. Выдаёте? Есть маски. Постань, пошелёк, обстанье. Постань, пошелёк, обстанье. Постань, пошелёк, обстанье. Знаете, где находится, Владимир Шип? Ну, вот тут, вот. Громко включить. Там, как бы. Даже можем вам руки возьмать. Алло, Дмитрий Геннадьевич. Да, да. Добрый день. Адвак от Белкина беспокоит. Я прибыл по заявлению Шипаренко Ольги Ивановны. Хотел бы с вами побеседовать. Как это можно сделать? Спасибо большое. Адвак от Белкина беспокоит. Да, конечно. Здравствуйте. 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 Мы стоим здесь у вас на проходной. Там трубочка упала. Да, я что-то думаю. Спасибо вам большое за мазки. В Воронеже, кстати, ни в одном отделе полиции не выдает. Не выдали. Да, прям в Лисках молодцы, отличились. Прям молодцы. Это очень радует. Вы будете заходить, правильно? Да, конечно. Документ. Это мой телефон, да? Смотрю ваш канал. Очень приятно. Здравствуйте. У вас, молодцы. Спасибо. Да, конечно. Смотрю. За все стороны. Сочетка. Все, да? Проходите, сейчас. Напишу, наверное. Хорошо. Здравствуйте. А мы к вам, я так понял, да? Венусов. Венусов, вы? Да. Все, значит, мы к вам. Сейчас запишут нас. Дорожный контроль. Я вас предупреждаю. Да, я уже услышал. Общественное место. Понял. Понял, понял. Я уже услышал. Дорожный, да. Да, это не важно. Вы лучше по существу давайте. Сейчас адвокат задает вопросы определенные. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Друзья, скажите, пожалуйста, долго будем ожидать? А что вы с камерой делаете? А что нам нельзя с ней что-то делать? По той простой причине, что это объект охраняемый и антитеррористическая защищенность. А как относится это все к моей видеокамере? Вы снимаете и тем самым нарушаете нашу антитеррористическую защищенность. безопасность? Да, мы не знаем, куда вы это видео выложите и как вы его будете использовать. Как вы будете снимать? А вам нужно знать? Нет. Если вам, вы будете знать, где оно будет. Этого достаточно? Невремonent. Из-за того? Здесь невремена с ним. То есть, мы вот здесь в коридоре можем, а вот кабинет не нельзя. Не можем, да? За это есть какая-то ответственность? Правильно я понимаю? Есть за это ответственность? Есть административная ответственность. Если вы где-то выложите это видео и без моего ведома разрешения будете использовать. То есть сейчас ответственности нет никакой, правильно я понимаю? Сейчас пока нет. Понял. Если вы где-то разместите это решение, то тогда будет ответственность. Я понял. Я вас услышал тогда. Вы разъяснили мне только единственное. Разъясните еще на норму закона. Сошлитесь, хорошо? Я еще раз говорю, вы видите, у меня сотрудник. Мне сейчас с вами неудобно разговаривать, поэтому закройте. Так мы ждем сотрудника. Он нас пригласил. Я еще раз говорю. Скажите по времени, сколько нам ожидать? Пять минут. Пять минут, хорошо. Закройте дверь, пожалуйста. Хорошо. Подскажите, прошу прощения, у вас там нет на двери. А вы начали к следствию? Невозможному самичку беседусь сегодня. Хорошо. Нам с вами? Что-что? Противожор есть, да? Конечно. Да, мы пойдем. Нам, говорит, мне здесь, а вам можно. Если он не может так вообще, то здесь общается. Ну, тогда давайте здесь, тогда постоим. Раз туда нельзя вместе зайдем. Давайте где можно вместе. Есть такая возможность? Да есть, почему нет? Ничего, что если маску сниму, нормально все горит? Нормально, да. Ну, мы слушаем вас. Поделаю. Там мы пока что еще материал, да, пока что еще материал проведем. Три года как не возбуждается. Послушайте, а в основном, что... Просто такое ощущение, что в этом отделе скрывают преступников. Мы ошибаемся? Просто есть такая информация. Да, ну, конечно же, вы ошибаетесь. Я, конечно, за всех не могу говорить. Вообще в этом отделе, в этом материале, в следственный отдел поступил только 9-го. Получается, 9-го сентября. Я точно не могу сказать, что... Ну, если 9-го сентября у вас нет материала, то он рука? Он сейчас на проверке, да, начальник читает. Он начальник? Да. То есть он можно начальник идти? Если вы интересует вас касаемо материала, я могу с вами поговорить? Меня интересует касаемо материала? Да, как адвокат. Ну, без съемки. И он посторонний человек. И как информация, ему я не могу говорить тоже. Все, что содержится в материале проверки... Материал проверки. Это в настоящее время невозможное дело уголовное? Нет, почему? Материал проверки. Вы почему-то там не можете говорить о том. Вы можете нам кратко объяснить. Ну, вы можете, ему почему? А почему мне нельзя? Ну, потому что вы отношения к этому материалу не имеете. Почему не имеете? Мы приехали вместе по просьбе, непосредственно по соглашению. Вы заявите или нет? Нет. К нам обратился как в общественную организацию, так и к адвокату. Обратился пострадавшее лицо. Я до сих пор доживую, вернее, показал. Но мы, тем не менее, общаемся на эту тему. Общаемся. Мы хотим понять, насколько вы скрываете, не скрываете преступников? Открыто вы, не открыто? Вот за три года невозможное уголовное дело. По какому причине? Материал находился в производстве участковых. Материал писали нам вот в этом месяце. Я непосредственно сам занялся этим материалом. То есть вызвал всех людей, опросил. Сейчас направил поручение на исполнение, потому что если знаю, не подозревать, что кто-то из них может врать или еще что-то, в том числе и заявителей, и всех участников, кто есть в материале, поэтому будет проводиться полиграф. Повторный вопрос, участвуем полиграф. Да, пусть сначала проведем полиграф, а потом уже будем окончательно принимать решение материалов. Но полиграфическим следом не является доказательством? Не является. Но для внутреннего убеждения, естественно, нам нужно привести. Это были основания. Если возбуждать. Хорошо. А если тогда показывают, что те не врут, а те не врут что-то, да? Никто не обманывает. А машину фактически похитили. Я с вами отчасти не согласен. Есть же события, машину. У меня есть же и другие, как бы, руководственные, с которыми мы тоже согласовывали. У нас же поняли вопрос в этой ситуации. Ну, конечно. Может нам с ним надо побеседовать? Ну, можете, наверное. Но он может выйти в коридор, если он там стесняется в кабинете. Никаких проблем. Мы просто хотим и показать, насколько открыта Лискинская полиция. Да, ну, нам скрывать, в принципе, нечего. То есть я... Как вы видите, есть состав преступления? Если машину люди отдали, не получили обратно, ее продали? По всем вниманиям. Вы знаете, сторона. Вы же, я вам как бы не буду говорить, какие пояснения дают другие стороны. Ну, возможно, здесь... Объяснение, которое давали здесь в течение двух часов, записано на аудио. Я слушаю. Что отношения усматриваются, если здесь имущество, по факту, убыло мошенническими действиями? Ну, другая сторона утверждает, что у них тоже какая-то часть имущества была. И утверждает, что у них были соглашения, вот, заявить. Так там пусть возбуждают другого уголовного дела, если тебе говорят, что у них... Ну, они не заявляют, да, извините мне, как я здесь буду, то есть... Та сторона заявила о том, что у них что-то похищено? Ну, они пояснят. Заявление, как вы писали, их права не нарушены, нет. А вот здесь их права нарушены, более мошенническим путем, путем, значит, злобовремения одарения, завладели имуществом. Ну, так он заявление уже не писал. Они передавали имущество, получается, в том числе. Передавали имущество потерпевшей, ты не верну. Ну, не писал. В плане какого-то автомобиля-то уже или что? Ну, я так понимаю, что они, наверное, все-таки напишут, если это дальше будет развиваться. То есть, если это... Ну, возбудим дело, я думаю, что они тоже напишут. Нет, это они пусть что хотят пишут. Нам важно, по нашему счету, который к нам обратился, потому что здесь состав преступления есть. Да, я отчасти где-то с вами согласен, но еще раз говорю, то есть пока у нас не будет результата полиграфа, то есть я для себя... Так это не является доказательством. Я согласен. Это, знаете, как вот просто для того, чтобы ваше внутреннее все-таки где-то правда-неправда. Я сомневаюсь, да, потому что спустя три года люди, то есть я понимаю, что все уже успокоились. Но это же не доказательство. Мы понимаем, что это правда. Ну, да, послушайте, вот есть же события, состав... Я просто живу далеко. И Алексеевка ездит. Да я про то, что говорю... И мы тоже к вам сюда приехали, не близко, с Воронежа. Я говорю как бы за людей, понимаете, то есть спустя три года я понимаю, что люди могут немножко успокоиться, в том плане, что, ну, как бы уверенно себя чувствуют, и да, вот у меня внутреннего нет какого-то конкретного убеждения там, вот. И поэтому я решил воспользоваться полиграфом, а там дальше уже будет... Но он повлияет на невозбуждение? Он как-то может повлиять? Он же никак не повлияет. Вы просто тянете сейчас время. Да почему тянете? Ну, факт, он же ни на что не повлияет. Вот послушайте меня. Я там никого не хочу там выгораживать или еще что-то. Да за три года те не написали заявление, а даже если сейчас напишут, понятно будет, что это начинается защита. Возможно, я не буду там ни их выгораживать, ни их защитить, я с этими людьми как бы вообще впервые встретился, вот, когда ко мне материал попал, поэтому мне... Так он когда попал? В августе все-таки нет? Или в сентябре? Ну, сентябрь не могли, в августе. В августе, 9-го года, да. Ну, я не уточню, вы это... Вы сказали просто 9-го. Ну, получается, он месяц уже у вас, и они опять ничего не сделаны? Как ничего не сделаны, я же вам поясняю, что я вызвал повторно этих людей, всех переопросил этих людей. Так, и это недостанно же... Я же почему решение решил принять, чтобы проведение полиграфа, потому что, исходя из информации, которую мне пояснили эти все люди, то есть я предполагаю, что здесь, возможно, есть гражданское правовое отношение. Пока эта информация проверится, то есть будет полиграф. Подождите, вам известно, что автомобиль был продан, переоформлен, точнее. Вам известно об этом? Конечно, известно. И при переоформлении присутствовала какая-то неизвестная девушка, вам об этом известно? Ну, со слов. Что эта девушка вообще никакого отношения к моей доверительности не имеет. О каких разливных правовое отношение здесь может идти речь, если здесь налицо фальсификация даже личности? Ну, я бы... О каких... я просто не могу понять вас, вы мне пообъясните, может, я что-то недопонимаю. Есть у вас, Андрей? Те, кто продали этот автомобиль, они поясняют, что... А никто не продавал его? Ну, те, кто продали... Ну, у меня есть информация, у меня есть люди, которые говорят, что да, это мы продали. Кто мы? Ну, человек... На кого написали заявление, правильно понимаю? Ну, не на кого. Ну, так это не собственник же продал этот транспортный средств, не реальный же собственник, а другие люди, верно? Ну, договор-то о гугле-продаже, выясняю, что это собственник, то есть согласие от собственника, это все да. Так собственника не было же. Ну, договор о гугле-продаже... Подождите, вы вызывали, опрашивали лицо, которое занималось переоформлением. Продажи вот это? Я попрашивал человека, который именно непосредственно... Известно, что какой-то перекуп приобрел этот автомобиль, да, впервые? После того, как он возгладил... От собственника? Да. Да. Вот вы его вызывали, опрашивали. Я его вызвал. Вы показывали? Пока что не приехали. А, не приехали. Да, не доехали. Вы им покажите фотографию моей доверительницы, задайте вопрос, это она была или нет? И он ответит, конечно, не она. Я думаю, что это не она, потому что он... А что тогда... Подождите, а каких-то до гражданских правых отношений может идти речь? Если он был продан от лица моей доверительнице? Ну, от лица. А почему он не может быть продан от лица его доверительницы, если с ее согласен, если договор... Ни о каких согласен, ничего не было. Если будет договор купли-продажи, ей написанный... Он ей не был написан. Вы что, не проводили... Подчерковическую... В том-то и дело. Подчерковическую экспертизу есть? Ну, у меня нет конкретики ответа эксперта подчерковической. Потому что... Вы отправляли, как так может быть? Как понять, возможно, принадлежит к мне основанию? А что это? Ну, в слову, возможно, это же у нас не однозначно оттверждение того, что... А они эксперты поддельно подчерковать, не дают однозначно заключение? В любом случае, мы не можем... А для чего тогда проводилось на хорошо? Что? Ну, это будет, да, как одно из оснований для возбуждения. Так вот, вам уже есть, что... Много оснований на самом деле выполнено. Это не она была. Я с вами согласен. Послушайте, я... Какие гражданские правоотношения... Я не отрицаю того, что, возможно, придется... Вы присаживайте, о каких гражданских правоотношениях может идти речь? Я просто не могу понять, когда здесь налицо факт мошенничества в отношении моей доверенности. Какие могут быть основания для возбуждения правоотношений? Послушайте, если бы у меня три года материал находился в производстве, я бы вам все конкретно... Но он у вас уже месяц. Ну, еще пока не прошел месяц. Вы даже еще не опросили лицо... Я просил... Кому первому я просил, я попросил. Согласен, да, не опросил. Если повестка, человек не выходит, что я должен сделать? Привод? Привод выписан. Конечно, почему нет? Если человек говорит, что он приедет... Так он не... Сколько раз вы направляли повестку? Сколько раз это было? Три раза. Так уже на второй раз надо было привод организовать. Да, третий уж точно. Если он злоупотребляет, не приезжает. Вы тогда можете выяснить, может вы сами не хотите это делать? Нам просто непонятно немного. Нет, да почему не хочу? Если будут основания, я же все говорю. Так вы же говорите, есть основания. Я вам точно все основания. Нет никаких препятствий у меня, чтобы не возбуждать уголовное дело. Так когда возбуждать? Мне нужно внутренне убедиться, я говорю, после проведения полиграфа, тогда... Хорошо. А вот это лицо, если вы даже еще не опросили, вы даже не опросили... Ну, оно опрошено, материал проверки. Просто я лично повторно его не опросил. А что он говорит? Ну, мне-то он ничто конкретно не говорит. А что он говорит? В материалах он поясняет, что была женщина с мужчиной. Но описать он их не может. Опознать он их тоже не может. Понимаете? А если вы написали эту женщину, сможешь сказать? Он говорит, что нет, не могу. Это было три года назад. Нужно назначить встречу. Понимаете? В том-то и дело. Думаете, мне жалко, что ли, возбудить дело? Ну, какое-то вот дело в том, что будет ли результат этого уголовного дела и сможем ли мы его направить? Возбудить это недолго. Поверьте, в рамках проверки у вас гораздо меньше расширков профессионального воздействия, чем рамках расследования. Я полного своего убеждения дайте я проведу сначала полиграфа. Вот, предположим, давайте в следующее. А они могут отказаться от прохождения полиграфа, чтобы ускорить этот процесс, правильно? Все могут отказаться от полиграфа. Я согласен, что могут отказаться. Поэтому полиграф растянет еще надолго. Поэтому проще всего отказаться, чтобы вы возбудили. У вас вариантов-то никаких нет, кроме как возбудить. То есть я заявление отобрал, что они не возражают. Но они могут отказаться, чтобы не растягиваться. Ваша сторона, возможно, и откажется, но те же не откажутся. Ну, в любом случае, это растянется. заключение как бы их не менее важно заключение важно для возбуждения возбуждения а где полиграфической здесь у вас я не могу сказать что мы его не проводим проводят в поручении оперативных сотрудников оперативных сотрудников если какая-то лично если какая-то там с интересует информация конечно он телефон оставит то есть мне серьезно мне как бы давно мне сошь набирая слоя чего да мне как бы строить нечего и я не собираюсь никого в гараж и все что я говорю как есть у меня есть материал который я расследую еще месяц не закончен возможно даже придется его ну отказать потому что когда пока не будет заключение полиграфа потом я не как бы просто нужно еще если вы работаете дальнейшем перспективу материалу и уже в дальнейшем уголовное дело тоже наперед видеть понимаете одно дело возбудить уголовное дело потом уже другое тоже то что что потом с ним дедом не возник вопрос я тоже думал поначалу но вы видите конкретно люди при моем опросе там с этим допустим человеком у которого который покупал автомобиль он не может конкретики никакой обнести может быть более жестко назовет вопросы если не беседу я по факту телефону по телефону да то есть а вот прилично здесь своя атмосфера обстановка я думаю здесь согласные карты могут по другому сложиться принуждать но сами понимать что и он также может но привод ему необходимо обеспечить вы согласны что самостоятельно то есть следующее действие вам необходимо сейчас его опросить правильно понимаю ну и того как 1 кому продавать то лицо просто нам понимать что дальше но полиграф предположим никто не проходит потому что сторона навряд ли будет проходить по одной причине даже отобрать заявление они уже как бы не возражают они поясняют но именно вот против этого всего и они готовы проходить потому что им нечего скрывать убедительно слишком все люди ведут понимать и они ссылаются не что были между ними правовое это гражданс правовые отношения то что они были должны этому человеку день поэтому в счет возмещения скажем так то есть завладели его имуществом должен был деньги у нас информация другая что да вот совершенно другая информация хорошо подождите вот смотрите я должен вам день я должен я расписывать я должен вам денег в сумме 20000 рублей и у меня есть автомобиль так долг долг вы приходите по мне дай мне покататься на машине дай мне покататься ну это если вы ждете что я вам скажу что не дай покататься давайте вот ты принес мне автомобиль ты же мне должен давай хорошо тогда переоформление должно было проходить с кем собственник вместе но почему нет если договора собственника на договор то не было от собственного подпись то и собственно не мог ставить реальная женщина совершенно другой человек это вы может быть знаете я может быть это предполагает ну кто это конечно даже эксперт говорит что это не она сделала подпись да я согласен я сейчас расхватить какие то вопросы но у нас собственника может являться и кто еще кроме один человек только по птс это установили тоже там все это другие собственно совершать какие-либо действия даже муж не может и соответственно участие при переоформлении совершать возможно сделки подписи основанием данным а почему в дальнейшем это не возможно я не могу поймать вот у нас все равно не спрошли ну что я а кто-то я не принимал по нему решение у нас но я не сам независимый решение вы не слышите когда будет принято решение соответствующие я не я скажу не сдавать нечего я когда вы материалов проверки поступил ответить пожалуйста когда стекать не нужно уточнить в этом месяце вы будете отказывать получается возбуждение правильно понимаю ну если будет еще эта информация на данный момент мы вот вроде поговорили все что имеется на данный момент имеется признаки преступления имеется и вы самих видите как можно отказать возбуждение покрывать из преступников фактически лишь понимаете решение почему но если вы откажете возбуждение уголовного дела косвенно вы покрываете преступников которые это совершили верно ну как по-другому еще только так примем решение тогда будем хорошо но мы когда примите решение надеюсь оно будет то которое должно быть соответствием законам я вам просто объясняю ситуацию то есть я говорю мне там возбудить это дело не создает труда потому что я возбудить просто есть информация что знакомые в общие с этими так скажем предполагаемым преступниками масса есть я лично вообще с вами с кем не знаком не встречался и мне вам никакие распоряжения от руководства не поступали по этому делу нет никаких потому что у нас есть информация что такие распоряжения могли быть нет нет а почему нельзя в коридорах сотрудник сотрудник сказал полить ответственность никакой не предусмотрена он сказал мне более выяснил ответственность не предусмотрен до входа в отдел возле дежурной части посмотрите я только что общался сотрудником полиции с начальником следствия Он сказал, что ответственность в данном помещении, если вы дошли, не предусмотрена. Но если я его выложу, за это предусмотрено ответственность. Предусмотрено, да. Правильно он сказал, да? Правильно, да. Правильно сказал. Тогда какие вопросы ко мне? Можно вы ко мне обратились? Просто представьтесь, пожалуйста. Заместитель начальника отдела Фетискина Михаил Вячеславович. А можно увидеть ваше удостоверение, раз вы ко мне обратились? Я в форме, стою в отделе. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Этого недостаточно. Я объясню просто. Если вы обращаетесь к гражданину, по требованию гражданина, вы обязаны предоставить. Я в курсе. Спасибо. Поэтому, пожалуйста, будьте добры предоставить удостоверение. У вас вопрос с собой нет? У меня с собой его нет. Я понял. Но я потребовал, вы выполнили данное требование, получается, не можете. Получается, нарушаете федеральный закон о полиции, понимаете? Я нарушаю. Но только что вы нарушили. Я сейчас ничего не нарушил, а вы, получается, нарушили, когда ко мне обращали. Но вы же не можете сейчас предоставить мне удостоверение? Я нарушусь на работе, на рабочем месте. Правильно. Так, если у вас обязанность, если я потребовал удостоверение, предоставить мне его. Вы этого требования и обязанности выполнить не можете. Я сейчас немало выполнил, у меня в кабинете удостоверение. Значит, вы тем самым нарушили. Я ничего не нарушил. Как это не нарушил? Вы же не в этом? Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь никак. Хотите, мы даже проверим. Соответствующим образом будет написана жалоба, и по этому поводу будете привлечены к дисциплинарной ответственности. И вам там будет все четко пояснено, что вы обязаны были предоставить. Это ваша ошибка и ваше нарушение. Хорошо. Все? Больше вопросов нет никаких? Вопросов нет. До свидания. Какой стыд. Еще какая-то информация интересует вас. А ты подошел такой дерзкий ковбой Мальбора. Ну куда деваться? Я прям, я себя сдержал, можно сказать. Потому что это не коже. Думаю, что нет. Нам теперь, значит, нужно получить вам ордер. Если у вас есть возможность достаточно познакомиться с материалом. Нет, точно. Нет возможности. Вы мне так что скажете, что вы мне можете познакомиться с материалом. Ну, в дальнейшем, да. Если вы будете участвовать, то есть я могу определенные материалы предоставить. Хотя бы объяснение у граждан, которые являются моей доверительницей конкретно. Если это можно познакомиться. Может быть. Нет проблем, нет. Ну, я могу, в принципе, если вопрос в видеосъемке, вы с адвоката можете в кабинет пройти и спокойно он ознакомится. Если в этом есть вопрос какой-то. Сейчас вопросов нет, такой возможности, да? А когда будет такая возможность? Ну, предварительно можно созвониться, наварить со встречи. Потому что сейчас у меня помимо вас еще есть следственные действия. Понимаете, дело в том, что у нас как-то 120 километров сюда до вас едут. Понимаю. Ну, это свородишь. Ну, вы свалились как снег на голову, не предупредив. Понимаете, что я тоже не должен себе броситься дела и уделять личное... Я просто спросил. Вы сказали, я вам могу предоставить возможность ознакомиться. Поэтому я и спрашиваю вас. Я вам предоставлю возможность ознакомиться. Ну, не сегодня. Не сейчас. Нет у меня сейчас такой возможности. Я помню. Материал находится у начальника. Да, в данный момент там... Пойдем, пойдем к начальнику. Да. Начальник там. Пойдемте вместе. У начальника спросим. Вы-то понятно, потому что материал у начальника, у вас нет такой возможности. Но возможности есть у начальника. А начальник уже ушел Тогда я могу предложить выйти А потом вас запишут И на прием Тогда вы сможете пообщаться с начальником А сейчас то в чем проблема? Ну видите нет начальника Так вы ему позвоните Он здесь же где-то Ну позвоните ему Да давайте позвоните Вы не бережете наши ноги Вы же ко мне пришли Мы пришли по вопросу решить Ну у нас не получается Нормально разговаривайте Как мы что мы провоцируем кого-то Или что-то еще Мы положительно на возбуждение уголовного дела Пока не обвинили Вы же пока никого не укрываете Правильно? Ну чума отрицательна Алло Да, да Да тут чуть-чуть 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 У меня тут сейчас вот Приехали Петер Геннадьевич Тут ситуация такая Как бы Сейчас может сложиться Не очень хорошо Вы наберите начальника следствия Там еще к начальнику полиции Байдем все Да он начальник полиции В курсе этого материала Мы просто к нему сходим Сейчас скажем Что от нас скрывается начальник следствия У которого же это материал С которым я хочу быть напомним Дело в том, что он начальника полиции Понимаете На контроле этот материал Вы меня слышите, о чем я? Давно всех на контроле был Так можно простянуть Вы вроде делаете Знаете, ну притупление бдительств Называется Это притупление бдительств Те, ну, в рее Сколько там? Пять лет привлечения Представляете Послушайте Послушайте Я опять же говорю Я там не хочу никого винить Но если он до этого Ходил там Три Меня изучу Я лично его не видел В глаза Он до этого ходил Три года По отделу Понимаете И я сейчас должен За месяц Все по нему сделать Я физически Это не могу Если все остальные Не хотели делать Не делали Они притупляют Сейчас все сделано Сделано Притупляли бдительность Все нормально Потом опять ничего делалось Участковый другой поменялся В другом передали И вот это То же самое и здесь происходит Нам-то в любом случае Так не получится Вы видите, что есть состав Все есть Все это Послушайте Я отчасти с вами согласен Что есть состав Но для убеждения Я говорю еще раз Мне лучше, чтобы будет Заключение полиграфы Понимаете? Вы послушайте О чем я говорю Вы можете позвонить Начальному следствию? Да позвони Я сейчас ему передам ордер Вы вставите материал проверки И мне нужно ознакомиться С объяснением Моей доверительницы Которая он давала В ходе материала Больше я от вас Ничего не требую С объяснением своей доверительницы Вы меня можете ознакомить Проблем никаких потом нет Мне не нужно весь материал фотографировать И так далее И тому подобное Вот Вы ему наберите, пожалуйста Пусть он подойдет Иначе, правда Мы сейчас пойдем туда Зачем вам это качель нужно? Да вы Нет, я говорю Как есть Он в любом случае Потом он просто Но когда придем туда Он его пригласит туда Вместе с этим материалом Но зачем это нужно делать Когда мы можем здесь все решить Как-то не совсем Ну нехорошо, что вообще это произошло Мы сюда не приезжали Если было бы все хорошо Понимаете? Люди уже просто надежду потеряли В этом плане Обратились к нам Мы как раз в таких ситуациях Любим участвовать Чтобы все, как говорится Все с буквы законно Все согласовало Я вижу, что органы Сейчас, как вы шучите Костропируем Ее объяснение Мы вас услышали, в принципе И вы нас И вы нас, я думаю, тоже Просто мы ситуацию Так не оставим И не отпустим Да я и не жду Что ее кто-то оставит Но сроки, когда уже выйдут Тогда уже будет поздно Я за этот материал Ответственность несу Тоже немаленькую Потому что там Если и усматривается Состав То это будет тяжкое преступление Крупное разводство Поэтому Я Без вас Знаете Переживания за него Ну знаете, бывают такие Кто-то попросил Кто-то сказал Или отдал Какое-то распоряжение Я тут Поэтому, знаете Вы, конечно, в этом не признаетесь Но сам факт того, что Мы понимаем, что может быть Какое-то давление На следователя Мы знаем, как система работает Нет Поэтому, а вы Со спокойной душой Знаете, что Общественность здесь Пристально за этим бдит Вы сможете спокойно Возбудить и расследовать Это дело Ну да Да, она так и будет Скорее всего Но еще раз говорю Дайте мне убедиться Лично, самому Мы услышали Нам с объяснением Знакомятся Другие люди Не могут Не могли разобраться Вот чтобы уже Не окончательно Знать, дайте убедиться А потом уже Будем дома Подойдет? Да, не скоро Подойдет Подойдет На площади По времени Он как-то обозначил Ну, не знаю Тогда мы Подождем Давайте Снимаем А что Какие дни Сядь А где он Шополотой А что Он Продолжение А что А что А 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 Дело Забрали Значит Хорошо Так Николай Сейчас будет Объяснение Получать Доверительнице Фотосъемки До свидания Пойдем У нас выпустите Или мы сами До конца будете Снимать Все Как кино Красиво должно быть Снято Потом Смеяться Зачем смеяться Смеяться Знаете Задача 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 У нас Такой Не стоит Посмеяться Если бы мы хотели Посмеяться Мы бы по-иному С вами Разговаривали Нет От того Если бы вы пришли Б1 И без камеры Результат Будет тот же сам Да А так всегда говорят Знаете На нашей практике Знаете сколько было Когда уголовных дел Они годами не возбуждались По итогу возбуждались Просто после общественного резонанса Когда сотрудники полиции И в том числе сотрудники прокуратуры Покрывали преступников По итогу В один день Когда мы провели мероприятие Были возбуждены Два уголовных дела По факту Мошенничество 159 Часть 2 Часть 3 В отношении двух А собственно Вы думаете Что если возбудите Дернолуное дело То это доскоп Так расследуют Конечно Сейчас скоро Уже в суд Передадут материал А она так же Может и приостановиться Ну у нас не было приостановок Поэтому мы Это дело держим на контроле И в данном случае Тоже будем держать На контроле Ну мы их видим Вы тоже сказали Что и перспектива есть Ну вот Кончать не будем Перспективы заранее Знать не нужно Надо будет наблюдать Два по факту А если знать Перспективы заранее То это неправильно До свидания Есть Люди-то не принимают Есть Надо возбуждать Поделитесь Вашими ощущениями Впечатлениями И вам что-то Наверное есть сказать По этому поводу Что сейчас происходило Мое мнение Что сотрудники полиции На самом деле Затягивают Возбуждение Уголовного дела По непонятным причинам И что будет дальше Мы будем работать Продолжать Следить за этой ситуацией Отстаивать С точки зрения Своих доверителей И добьемся Возбуждения уголовного дела Дорогие друзья Мы эту ситуацию Будем контролировать До логического завершения И я очень надеюсь На то что вы распространили Этот сюжет Хочу отметить Заместителя руководителя Отделения полиции Это конечно Неподобающим образом Он себя повел Более того Он совершил Проступок Который Идет в разрез С федеральным законом полиции На будущее Товарищ Не помню вы Подполковник Или полковник К сожалению Погоны не помню Обратите внимание Удостоверение нужно Носить всегда с собой И по требованию гражданина Незамедлительно Его предоставлять Всем до новых встреч Пока И ждите продолжения Интересно От кого так защищается Полиция Такой забор Какой толщины Обратите внимание Полиция защищается От граждан Наверное Вдруг их будут брать штурм Я не понимаю Зачем Зачем такой забор Зачем такие деньги Вбухивать Я думаю Навряд ли сюда Какой-то жулик Захочешь проникнуть Для того Чтобы что-то похитить Это совсем дерзкая Наглая И такие деньги Тратить на Безопасность Лучше бы потратили На безопасность Детских Учреждений Садиков Школ Вот там Где нужна Действительная Безопасность Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают